Суисинфо, Швейцария Историки-реконструкторы повторили швейцарский поход Суворова Юлия Ильина Суисинфо, Швейцария 8 октября 2019 года Утро 24 сентября 2019 года выдалось туманом и, к счастью, не очень холодным Рядом с часовней павших на перевале Сен-Готард перед Панихидой собрались местные жители и гости Многие из которых специально приехали из России на традиционные суворовские торжества Ливиа Ломбарди Ливиа Ломбарди, старейший смотритель перевала Секретарь фонда про Сен-Готард Фонда Зиони про Сен-Готарда С улыбкой рассказал, как накануне вечером пошел навестить ночевавших на перевале российских реконструкторов проекта Суворов-220 Так как был сильный ветер и проливной дождь Я, конечно, переживал за смелых любителей истории Они хотят сами пережить все тяготы суворовских солдат, а это непросто Альпийские перевалы не всегда дружелюбно встречают гостей Увидев поваленной ветром палатки промокших до нитки людей, я пригласил их в ресторан, накормил и напоил А потом мы долго пели песни и была очень душевная обстановка Приятно, что с каждым годом друзей Суворова становится все больше и больше Вдали раздастлись звуки флейты и барабанный бой По мощной дороге, где с боем поднимались войска В. Суворова на неприступные скалы и перевалы Шли два отряда суворовских войск В 1799 год живописно развивался флаг доблестного обширонского мушкетерского графа М.А. Милородовича полка Бодро маршировали реконструкторы Это было только самое начало долгого пути Впереди их ждал почти 200-километровый переход по маршруту Суворова Швейцарцы включили его даже в исторические туристические маршруты под названием Тропы Суворов 55, Весуарау 55 У часовни павших православные священники отец Святослав и отец Владимир, приехавшие из Тичино, отслужили панихиду попавшим воинам Суворовский крест в ущелье Шоленин Торжественное мероприятие продолжилось у Суворовского креста в ущелье Шоленин Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и командующий 3-м военным округом Швейцарии дивизионный генерал Лука Скаду В подзвуке оркестра кадетов Московского военно-музыкального училища возложили венок к знаменитому 12-метровому памятнику, высеченному в скале, и произнесли официальные приветственные речи Затем посол России и председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых открыли мемориальную доску князю С.М. Галицину 1843-1915 годы, владельцу Чусовского металлургического завода, одного из старейших предприятий Урала С.Ц.0, публич Домаин, Адольф Ясифоу из Чарли Магне Перейти в фотобанк фельдмаршал Суворов на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 года Наконец-то имя князя, российского мецената и благотворителя, будет заслужено находиться рядом с открытым им в 1898 году памятником, так как именно С.М. Галицин задумал увековечить в Альпах швейцарский поход великого полководца, полностью взял на себя все расходы по проектированию и сооружению величественного мемориального креста и сумел организовать передачу в безвозмездное и бессрочное пользование России участка земли в ущелье Шоленин, где с 1998 года возобновилась традиция регулярно отмечать Суворовские дни Полутораметровая мемориальная доска была изготовлена потомственным петербуржским скульптором Павлом Игнатьевым, идеей Ильина Ю В ее верхней и нижней части размещены барельефы князя С.М. Галицины и наиболее почитаемые вроде Галициных лохернской иконы Божьей Матери Текст молитвы и благодарность потомков нанесены на плиту на двух языках, немецком и русском В центре размещена надпись от металлургов Ч.М. за основателю князю С.М. Галицину Петербургский скульптор Павел Игнатьев рассказал, что, согласившись принять участие в создании памятной доски, у него сразу возникли особые чувства Несколько лет назад в сентябре я был втичен во время традиционного празднования Суворовского похода По улицам Солнечного Луга намаршировал оркестр молодых музыкантов-суворовцев Множество людей были увлечены прекрасным исполнением и буквально бежали за музыкантами по узким улицам города Немного позднее, когда я смотрел, как остановившись в тени под пальмами на площади, оркестранты играли Чайковского Я подумал, что мало кто мог предполагать из армии Суворова, что их всех ожидают через неделю похода Здесь внизу солнце, цветут розы, а чуть дальше и выше начинаются Альпы, где может быть снег и нулевая температура Поэтому не побывав на перевалах, очень сложно представить всю невероятность произошедшего 220 лет назад Для меня коснуться истории России и Швейцарии и участвовать в поддержании памяти этого события очень интересно и важно Новое чудо-богатыри на следующий день 25 сентября в городе Андермато дома Суворова, бывший штаб-квартиры полководца, а сейчас местного музея Раздалась песня налево, направо зелено кудряво, к Андерматоу мы идем По центральной улице бодрым маршем шли солдаты в обмундировании 1799 год Что это? Превратившиеся в людей оловянные солдатики, решившие прогуляться на свежем воздухе или ожившие картины Ведь днем раньше в музее открылась выставка картин художника Алекса Деля и фотографию из суворовского сборника барона ВП Энгельгарта, предоставленной Государственным мемориальным музеем МВ Суворова в Санкт-Петербурге Новые чудо-богатыри, программисты, адвокаты, историки, музейные работники, приехали в Швейцарию не только из разных городов России, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании, но все они русскоговорящие Любители истории решили пройти по стопам суворовских войск по тому же маршруту и по возможности в том же обмундировании, что и 220 лет назад Проект этот действительно вышел народный, многие участники познакомились и присоединились к группе с помощью соцсетей через различные сообщества исторической реконструкции Поддержку проекта оказал музей АВ Суворова в Санкт-Петербурге Там был прочитан цикл лекций на тему швейцарского похода, где подробно и исторически достоверно рассказывалось об обмундировании, маршруте и сражениях осени 1799 год Затем музей предоставил автобус для сопровождения группы, все остальные расходы участники оплачивали за свой счет Сложности оказалось много по словам Бориса Мигорского, командира реконструкторов-мушкетеров Снаряжение и обмундирование довольно неудобное Тяжелый ранец на узком ремне натирают плечо, ведь весит он несколько килограмм с трехдневным запасом сухарей А манерка, фляга для воды объемом 2,5 литра, просто необходима для похода, так как в толстых суконных мундирах идти очень жарко Как солдатам Суворова, так и реконструкторам приходилось все нести на себе А это дополнительные весы при подъеме на перевал каждый килограмм дает о себе знать В 1799 году участники швейцарского похода спали без палаток, лишь завернувших в суконные плащи с капюшоном Реконструкторы ночевали в палатках в специально отведенных и заранее обговоренных местах ночлега Потому что в Швейцарии появление четырех десятков солдат в форме конца 18 века, спящих на обочине, могло вызвать недоумение населения Хотя местные жители альпийских кантонов и так были немало поражены всем происходящим Что происходит, спрашивали они, неожиданно встречая на своем пути красочное мини-войско А, Суворов Теперь понятно Люди улыбались и начинали фотографироваться на фоне марширующих солдат А в кантоне Глорус войско реконструкторов встретило группу маленьких школьников на берегу реки Дети находились на экскурсии, чтобы изучать природные достопримечательности И вдруг такое приключение Из леса с пригорка цепочкой спустились люди в необычных костюмах Это кино Это сказка Малыши смеялись от счастья, кричали и хлопали в ладоши Взрослых же швейцарцев волновала обувь реконструкторов Как вы в такой обуви по горам идете? Нужна хорошая обувь, иначе все ноги сотрете Заботливо объясняла суворовцем жительница небольшой фермы Солдаты показывали стреты и подошвы, подбитые клепками, и продолжали свой нелегкий путь Конечно, идти или не идти в обуви времен Суворова был личный выбор каждого из реконструкторов Многие их них к концу путешествия перешли на современные ботинки для трекинга Некоторые сошли с маршрута, оставшись помогать разбивать лагерь и готовить пищу Но те, кто прошел весь маршрут в оригинальной обуви, запомнят этот поход на всю жизнь Недаром на выставке 2018 год в Национальном историческом музее, посвященный швейцарскому походу Суворова В центре находился муляж опухших, отмороженных и разбитых до крови ног солдата из армии Суворова Зачем этот поход? Главный вопрос, который задавали чаще всего, звучал следующим образом А зачем весь этот поход? Петр Кноп, руководитель проекта и командир реконструкторского 6-го егерского полка князя Паиба Гратиона Говорит, что проект реализуется исключительно на средства самих участников Мы не проводим отбор лучших и не стремимся к образцово-показательному прохождению всего маршрута Организационная группа проекта видит наш поход как историческое исследование в жанре живой истории А также как прекрасную возможность вспомнить славную историю предков и встретиться со швейцарцами В этой стране многие люди знают историю Суворова, и мы хотим поддержать добрую славу о наших предках И никто за нас это не сделает На ферме у перевала Паникс хозяйка приносит молоко Новый суворовский солдат отдает ей 10 евро Женщина удивленно смотрит, что за странные деньги Да нет, денег не нужно Берите, берите, отвечает солдат Мы еще сейчас молоко купим и сыра Мальчик на самокате вместе с папой и мамой отводит другого реконструктора в свой гараж Чтобы помочь зарядить севший аккумулятор телефона Сотрудница из туристического офиса города Эльм сидит с суворовскими солдатами у костра и ест солдатскую кашу Мне пора учить русский язык Смеется она Вот вам еще один ответ В период роста недоверия, вражды и шпионских скандалов нет ничего более ценного, чем непосредственное общение людей Помимо официальных программ сотрудничества Кстати, в проекте Суворов-220 активно участвовали и швейцарские реконструкторы Первая их встреча с коллегами из России состоялась 22 сентября 2019 года Во время торжественной презентации проекта в городе Амбри, Кантон Тичино, организованный председателем комитета по международным делам Совета Кантонов, Малая палата парламента Швейцарии, Филиппо Ломбарди послучая визита в Швейцарию делегации Совета Федерации России во главе с вице-спикером Юрием Воробьевым Оказывается, швейцарские реконструкторы давно мечтали о встрече с солдатами Суворова И вот 3 октября перевал Паникс был пройден, поход подошел к завершению Все остались живы и здоровы, несмотря на то, что метеоусловия при подъеме были не лучшими Дождь, туман, местами снег, минусовая температура Зато спуск был полный восторг Заснеженные склоны, яркое солнце и голубое небо Нам современным людям, живущим в комфорте Иногда полезно вспомнить слова генералиссимуса Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдая его, иди за ним вслед, поравняйся, отгони, слава тебе Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ